За небес ты мой спаситель С небес нашел, чтоб жизнь свою отдать за меня Чем смогу восстать теперь Жизнь принес свободу, но для меня Жизнь моя святая к тобою Мне понять, сын, и что ты заплатил за меня Нам празд жизнь отдаю я Возьми ее укрой в своих руках Все, Господь, тебе я отдаю Ты святый, святый Все возьми, жизнь возьми мою Ты святый, святый Все, Господь, тебе я отдаю Ты святый, святый Все возьми, жизнь возьми мою Ты святый, святый Возлюбленные в Господи братья и сестры, все друзья, которые приехали сегодня сюда Здесь находятся на этом месте, чтобы разделить с нами радость Радость нашего праздника 20 лет церковь Ковчег, она уже плывет в этом бушующем мире, мире греха Разбивая эти волны И слава Богу, церковь, она жива И церковь, она жива, она развивается И Господь сказал, я создам церковь свою И врата ада не одолеют ее И она будет стоять И ничто не сможет сокрушить эту церковь И я благодарен всем вам, что вы Сегодня здесь, на этом месте Приехали разделить с нами этот праздник Знаете, есть хорошая такая песня Этот день сотворил Господь Такая детская, да? На радость нам и веселье На радость нам и веселье Вот Господь дал нам этот день на радость и веселье И знаете, если мы сегодня наши сердца настроим на Господа То мы получим эту радость и веселье Если мы только настроим сердце на что-то другое Тогда у нас не будет радости и веселья Написано, добрый человек из доброго, из сокровищности выносит доброе, да? А злой человек, он злое выносит Так что мы с вами добрые люди И мы с вами добрые только будем выносить Давайте мы сейчас помолимся и попросим благословения. Господь, мы славим Тебя, Боже, мы превозносим Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господи, за все милости и любовь Твою к нам. Благодарим Тебя, Боже, за Твою голгофскую жертву, что Ты умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. Иисус, мы благодарны Тебе, что сегодня здесь, на этом месте. Для Тебя, я буду вспоминать все то, что сделал Ты. Ты спас меня, смехи забрал, и смех на пить. Твоя рука согрела, и сердце мое запела для Тебя. Хвала Тебе, мой Бог, хвала Тебе, мой Бог, я не могу молчать, и если что, Тебя прославляю. Хвала Тебе, мой Бог, хвала Тебе, мой Бог, Хвала Тебе, мой Бог, хвала Тебе, мой Бог, Знаете, мы вот называемся евангельские верующие, да? Почему евангельские? Потому что мы верим в Евангелие. Мы верим в Евангелие, мы верим в Слово Божие. И евангельские верующие называются все христиане, да? Всех динаминаций. Многие. Баптисты, адвентисты, пятидесятники, харизматы, как их только не обзывают, да? Разные вот такие направления. Я хочу вам такой анекдот рассказать, вы потом поймете к чему. Вы, может, его слышали, да? Но я расскажу его. В самолете летят трое, три пастора, да? Один пастор пятидесятнический, другой баптистский, и третий адвентист седьмого дня. Летят, и вдруг хвост отпадывает у самолета, двигатели там загораются, там все, дым кругом идет, самолет в пике, и все, уже скоро вниз. Парашютов нету, что делать? Ну, одно упование на Господа, да? И что, последнее желание каждого пастора. Баптистский пастор говорит, братья, ну давайте Библию почитаем под концом, все равно скоро умирать. Пятидесятнический пастор говорит, братья, давайте помолимся Господу, да? Адвентистский пастор говорит, давайте десятину, братья, соберем. Так вот, я вас призываю, десятину собрать. Мы с вами должны быть как адвентисты в том, что мы собираем десятину, ну еще кроме этого, как еще евангелизируем, должны быть как пятидесятники в молитве, да? Так же молиться Господу, как баптисты, так Библию изучать, евангелизировать, как свидетели и голые. И во всем другом подражать, что есть хорошее в каждом течении. Слава Господу! Возлюбленные братья и сестры, я искренне рад видеть вас и приветствую всех к Любови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И раз уж я стою на этом месте, то, наверное, мне нужно сказать, что помимо того, что я рад видеть вас, да, и то, что мне приятно у вас бывать, да, и что сейчас я себя чувствую как у себя дома, да, ну вот эти заученные фразы. Если для кого-то это на самом деле являются просто заученные фразы, чтобы начать свое слово и начать свою речь, то лично для меня на самом деле я искренне рад видеть каждого из вас. Мне на самом деле приятно всегда бывать у вас, и на самом деле я себя чувствую как у себя дома. Почему это стало возможным? Потому что нас с вами связывает очень многое. Ну самое первое, хотелось бы сказать, что мы с вами в одном духе, да. Вот у каждой церкви есть, наверное, такая аура, какая-то, да, дух такой вот церкви. И мне радостно и хочется, наверное, тоже сказать, что мы такого же духа, как и вы. Да, святого, да. И у нас многое что объединяет, да. У нас, ну, общее видение по многим вопросам, да, по благовестию, по социальным вопросам, по детскому служению, по ученичеству, по основанию новых церквей. Господь дал и благословил нас одним видением, да. И ваша церковь, вот, находится впереди многих церквей, вот, по этим всем направлениям. Но вам и лет-то уже сколько? Вам уже 20 лет. Ну а нам, мы еще маленькие, нам три годика, так что мы всегда будем за вами вот так вот. Слава Богу, что есть такие церкви, за которыми можно идти, из которых можно брать хороший пример. И к тому же, у меня среди вас очень много друзей. И при том настоящих, хороших друзей. И скажу по секрету, ваш пастор входит в число таких друзей. Да, 4 глава, 19 стих, 1 его часть. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу. Я бы вам подарил другой стих, какой-то такой воодушевляющий стих. Ну, понимаете, я часто у вас бываю, часто встречаюсь со своими друзьями в Шадлинской церкви. Часто мы созваниваемся, понимаете. И вы многого добились вот за эти 20 лет. Запустили различные проекты, да. Запустили библейскую школу, запустили реабилитационный центр, новые церкви основы. И строите новые дома молитвы. У вас летние проекты какие-то детские. И на какое-то время все эти проекты, они стали вашими нуждами. Понимаете? Но эти нужды, они не только ваши нужды. Это эти нужды еще и наши в какой-то мере. Почему? Потому что мы молимся за все ваши проекты. Но самое главное, все эти проекты, эти божьи проекты, И ведь это Он вас двигает. Это Он вот дает вам возможность достигать того, чего вы достигли. И Бог давал вам и еще даст. Я даже сожрелся, что, к сожалению, у нас нет таких проектов. И мне стыдно, понимаете. Я даже покрасил, братья и сестры. И Бог даст вам необходимые ресурсы для достижения вот этих вот целей. Только будьте тверды и мужественны. Не отступайте от начатого. Продолжайте вот начатое дело. И оставайтесь верными домостроителями, посвященными делу Божьему и самому Богу. Все. Добрый день, дорогая церковь. Я как бы в гостях. И может быть какие-то правила, этикеты хочу соблюсти. Можно? Я приглашу супругу, чтобы поздравить. Это у вас принято? Спасибо. Я хочу передать ей вначале микрофончик, чтобы она могла тоже поучаствовать. Дорогая церковь во Христе, наши братья и сестры. Я очень рада, что вы есть в этом городе, что мы не одни, что в каких-то вопросах мы можем сотрудничать и благовестствовать миру о нашем Спасителе. Дорогой Сергей Владимирович, мы всех вас искренне поздравляем, как от нашей семьи, так и от нашей церкви, с 20-летним присутствием вашим в этом городе. Дай Бог вам всех, всем огромного благословения Божьего, терпения, смирения, мира и единства в вашей церкви. И вот от нашей церкви открыточка, я ее зачитаю. Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Дорогие братья и сестры церкви Ковчег, поздравляем с юбилеем 20 лет труда на Ниле Божьей. Желаем мира и радости во Христе, Божьего водительства на пути в Царствие Божие. Братья и сестры церкви христиан-адвентистов, седьмого дня. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, очень рад, что сегодня здесь дети Божьи собрались вокруг Слова Господня. Аминь. Аминь. И брат пообещал Библию. И, конечно, как сказано в Библии, Данил говорит, еще не встал я с колен, как уже ангел пришел. И сказал, Данил, ты что беспокоишь, не бойся, я здесь. Конечно, от имени церкви мы хотели бы тоже поздравить вот такой вот о Библии Словом Божьим. Пусть Господь благословит вашу церковь. Пусть Господь благословит крепостью. Пусть Господь благословит крепкой верой. Пусть Господь благословит миром, друг другу, любовью по отношению к служителю Сергею Владимировичу и друг другу. Хотелось бы чуть-чуть как бы дополнить. Сергею Владимировичу будет уже здесь 16 лет, а не 15. Так что вы на год старше. Я не знаю, по моим подсчетам 15. Может быть, вы в исчислении вот другое. Возможно, я ошибся, потому что у меня еврейское мышление. Если спросить у римлянина, сколько Иисус находился в гробу, он скажет, ну, сутки, ну, полтора. А еврей считает, это пятница, если пятницу после обеда, суббота, как обычно, и Христос воскрес, воскресный день, первый день, то здесь они, мы как евреи, говорим, три дня. Так что, Сергей Владимирович, прошу прощения, может быть, в месяцах ошиблись. Но что я хочу сказать, чтобы не только было 16, но, как Господь говорит, Восток распусть умножить. Вы упустили месяц Ниссан. Спасибо большое. Библию задарите. Яков, когда встретился с ангелом, хотя коснулся бедра его, но сказал, пока не благословлю, или не благословите, не отпущу. Хотелось бы прочитать буквально два слова. Можно, с вашего разрешения. Далеко не убегайте. Вот этот ответственный, торжественный день, конечно, чем бы порадовать народ Господний, народ Божий, церковь Божию. И как Давид, Давид, когда услышал, что сказали в дом Господний, когда пойду, возрадовало сердце. Сергей Владимирович, в среду мы встречались и поздравил, как бы пригласил нас, и мне действительно было в радость присутствовать здесь. Притчи, глава 2, 6 стиха. «Ибо Господь даёт мудрость, и из уст Его знаний и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для любящих непорочного. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты разумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Пусть Господь благословит. Пусть эта книга, эта книга, Библия постоянно будет здесь насущным хлебом, хлебом духовным для поддержания нашей веры. Слава Богу! Я благодарю Господа, что Бог мне дал такую жену, такую супругу. Она действительно, вот 15 лет мы здесь живём, она была у меня таким начальником тыла, с заведующей баней, потом как бы на кухне там, начальником столовой там. Всё, это обеспечение полное было, да. То есть вообще она меня поддерживала и в духовных каких-то вопросах. Ну кому ты пойдёшь, да, когда тебе тяжело и трудно, пойдёшь, поплачешься, вот так вот в поголок жене упадёшь, порвёшь немножко там что-нибудь такое, поделишься бедами какими-то, несчастьями, она тебе по головке погладит, успокоит. Да ничего не переживай, всё нормально, всё хорошо. Слава Господу! Слава Богу! Мы поздравляем тебя, возлюбленная Демила Витальевна! Этим букетом я поздравляю вас и семью ваших служителей. И как жена пастора я знаю, что жёны служителей, они тянут тяготы печали и радости всей церкви. И мы живём не только своей семьёй, но и церковной семьёй. Поэтому я знаю и слёзы, может быть, жена служителя пролила не раз и переживала. Поэтому я хочу тоже её отблагодарить и от вашего имени, и подарить им обоим этот прекрасный букет. Спасибо за поздравление! Спасибо за субтитры Алексею! В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слёз на очах, Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома, уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, Возвещается смело Христа благодать. Ещё слышны молитвы и дружное пение. Ещё падая, люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются. Ещё не забыли о слове «прости». Ещё в память о Господе хлеб преломляется, И погибшему можно спасение найти. Здесь далёкое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Ещё к Богу поднять, не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, Так ценить начинаешь собрания святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься. Смыслом вечным, глубоким глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны В сравнении с недугом мирским. Здесь так много ещё утешения и радости, И внимания чуткого к душам людским. В это место, под тихие своды церковные, Я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь, забывая, тучи греховные, Только здесь отдохнуть я душою могу. Аминь. Это прекрасное библейское сравнение. Церковь Божия, она как невеста. Невеста, которая ждёт своего жениха. Невеста, которая поёт своему жениху. И об этом наша песня. Церковь Божия, ты невеста у Христа. Церковь Божия, ты невеста у Христа. Церковь Божия, слушай голос жениха. Он тебя и знал, полюбил и обрадал, Славой любви, счастью венчал. Пой, аллилуйя, христа своему. Пой, аллилуйя, господи. Пой, аллилуйя, господи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И когда-то Яков Кузьмич Духольченко, очень мудрый служитель Божий, который был старшим пресвитером по Украине, говорил евангельски, то есть основа нашей веры это евангель, христиан в центре нашего внимания всегда Христос и баптистов, то есть люди, которые крещены в взрослом состоянии, в своей вере, по вере своей, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Господь благословлял, наверное, многими-многими благословениями за эти 20 лет вашу церковь, и я очень радуюсь тому, что вы рады этому празднику. Когда-то Женя Гудухин пел «У меня сегодня праздник», «У меня сегодня день рождения». Это мой человек, с которым мы выросли в одном городе с Евгением Гудухиным в Мариуполе, и я его знаю неплохо, и слава Богу, что он пришел к Господу. Сегодня ваша церковь отмечает этот удивительный юбилей. Напомнится мне один пример за одну сестру. Это искушение для многих женщин, которая часто смотрела в зеркало и думала, что она самая-самая красивая, и долго оторвать свой образ от зеркала не могла. И однажды она поняла, что не справляется с этим искушением, подошла к своему пастору и говорит, пастор, вот скажите так по секрету, это большой грех, мне кажется часто, что я самая-самая красивая. Пастор похлопал ее по ключу и говорит, дитя мое, можно уже успокоиться. Это первое письмо воскресшего Иисуса Христа, но перед тем, как вот прочитать его, мне хотелось бы, приветствуя вашу церковь и поздравляя с этой великой датой, поприветствовать особенно торжественными словами. Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Присаживайтесь. Ангелу Эфестской церкви напиши, так говорит держащий всем звезд в деснице, то есть в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развраты, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а не не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитова, которые и я ненавижу, имеющий ухо, да слышит, что Дух Святой говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди сада или рая Божия. Письма людей. Сегодня они уже немножко в другом формате, но я не забуду никогда письма моей матери, которые мне в армию приходили буквально ежедневно. Они у меня до сих пор где-то хранятся, большая-большая стопка, и каждое письмо моей матери, оно внесло в себе нечто полезное и сокровенное для моего сердца. Письма людей добрых, письма людей злых, письма апостольские, это их послание, но вот письмо воскресшего, прославленного Христа к своей любимой и дорогой церкви. И Христос говорит в этом письме, что Он знает все. Вы верите, наверное, тоже в то же, что Христос знает все из-за каждого из вас. Что было до этой минуты? Что будет после этой секунды? Что будет на последнем вашем вздохе и когда он произойдет? С какими чувствами вы сейчас здесь находитесь и сидите? Он говорит, я знаю все. Я знаю и труд, и служение, и верность. Я знаю твое хождение. Я знаю то, что, может быть, ты сам не знаешь. Я все знаю за тебя. И Христос знает за вашу церковь здесь в Шарлинске очень и очень многое. Что происходит в ковчеге и вне ковчега. Что происходит в этом доме молитвы и в домах, где вы проводите дни своего странствования на этой земле. Он знает все. Но в самом центре этого письма, в самом сердце, в самом центральном стихе этого письма, Христос говорит о том, что его никогда не устроит. Никогда его не будет радовать. У тебя, говорит, очень много хорошего, очень много прекрасного. Но, говорит, очень печалюсь об одном очень важном твоем, о том, что ты утратил, ты оставил первую любовь. Когда воскресший Христос на озере Кенесарецком, там или на берегу этого озера, беседовал с учениками, помните, там их семеро, да, собралось. И он спрашивает Симона Петра, Петя, никак там здоровье твоей тещи, горячка к ней не возвращается. Он не спрашивает, как там уловы рыб у тебя происходят. Он спрашивает, самое главное, Симон сын и родит, любишь ли ты меня? Когда-то на День матери в Америке, как-то друзья рассказывали, в одной большой семье два сына решили поздравить свою маму. И вот старший сын сделал ей хороший большой подарок, дарит на День матери, говорит, мамочка, это тебе от меня. А у меньшего не было заработка никаких, он ничего не приобретал, у него не было еще средств для приобретения подарка. И он говорит, мамочка, а я тебе дарю свою любовь. Старший посмотрел на него, говорит, мама, а я буду любить тебя больше, чем мой меньший брат в 10 раз. Меньший в 100, старший в 1000, меньший в миллион, старший в миллиард и меньший запнулся. Дальше цифр он не знает. И он говорит, мамочка, я буду, буду, буду любить тебя до самой, самой последней цифры. Друзья дорогие, Господь хочет вот такой любви. От всего сердца, от всей души, всем разумением, всей крепостью. Бог ждет этой любви от каждого из нас. Когда-то в одной семье, только что поженившихся, молодых людей, которых еще романтические чувства были очень свежи, невеста, вчерашняя, сегодняшняя жена, в процессе просто шуток сказала своему новому мужу, ты знаешь что, я не люблю тебя. И потом брат этот свидетельствовал, делился, говорит, ты знаешь вот, я такой любовью была к ней. Я понимал, что она шутит, и она тут же, прости, прости, поняла, вот эти одни слова, как принесли неприятное такое ощущение в сердце своего супруга. Говорит, меня Дух Святой повел в другие отношения, в другие измерения, в моих отношениях с Иисусом Христом. Когда я Ему, говорит, в моих мыслях, чувствах, и уже не в шутку, а на полном серьезе порою говорю, Иисус, я тебя не люблю. Я, говорит, знаю за тебя все, но имею, что ты оставил первую любовь твою. Друзья, дорогие, я вспоминаю, вот, когда-то в наш город приезжал ныне покойный Николай Александрович Водневский, и он рассказывал нам интересный пример, который он часто дарит молодоженам. И он рассказывал интересный пример за одного молодого человека, который женился, и после многих-многих поздравлений, пожеланий, пастор пожелал лично что-то сказать еще сокровенное из своего сердца брату-жениху. Говорит, знаешь что, не всегда бывает все так, вот, как сегодня на празднике. Бывает так, что ты приходишь домой, и, может быть, что-то дети натворили, может быть, где-то что-то у жены не получилось, подгорело что-то, может, еще что-то испортило ей настроение. Если ты видишь в глазах жены какое-то, знаете, вот такое настроение упавшего человека, не спрашивай ее ни о чем, не задавай никаких вопросов. Пойди на улицу, погуляй 15-20 минут, и потом возвращайся. Это, я тебе говорю, из личного опыта, это очень сглаживает острые углы семейной жизни. И все будет хорошо в вашей жизни. Прошло несколько лет после этого доброго пожелания. Молодой человек, поблагодаривший, переехал в другой город. И так получилось, что пастор приехал в этот город. И встретились с этим молодым некогда человеком, женихом, которому он давал эти добрые советы. И пастор после приветствия спрашивает молодого некогда жениха, ну, как дела, как семейная жизнь? И молодой человек смотрит в глаза пастору и говорит, спасибо, пастор, большей частью на улице. Друзья, дорогие, Господь Иисус Христос, поверьте мне, не хочет быть большей частью на улице вашей церкви. Он хочет быть в центре. Он хочет держать вас в своей песнице. Он хочет ходить посреди золотых светильников. Он хочет благословлять вашего пастора, его жену, его детей. Он хочет благословлять каждую семью вашу. Он для этого создал вашу церковь, чтобы ваша церковь была благословенна. Но Христа, я хотел, чтобы мы запомнили это, никогда не устроит ни десятая, ни пятая, и даже не вторая. Любовь твоя к Нему, а только первая. И благослови вас, Господь, иметь эту первую любовь к Иисусу Христу сегодня и всегда. Аминь. Аминь. Аминь.